6 класс, 35 серия. Решение задач. Сколько получится сушеных яблок из 80 кг в свежих, если они при сушке теряют 85%? Если 85% теряют, значит 15 останется. 100 минус 85. Процент – это сотая часть. Значит, 15% – это 0,15. Надо найти 0,15 от 80. 80 надо умножить на 0,15. И получится 12. Значит, получится 12 кг сушеных яблок. Задача вторая. Число отсутствующих – это 1,8 часть от числа присутствующих. Допустим, в небольшой школе. После того, как вышли двое, число отсутствующих стало равно 1,6 числа присутствующих. Сколько всего учеников в этой школе? Давайте за х обозначим число присутствующих в начале. Сначала было х, потом двое вышли. Значит, стало х минус 2. Отсутствующей сначала была 1,8 часть, затем двое вышли. Значит, число отсутствующих стало больше на 2. Если сравнить число отсутствующих, после того, как вышли двое, с числом присутствующих, то число отсутствующих меньше в 6 раз. Надо умножить на 6. Так, осталось решить это уравнение. Каждая слагаемая сначала домножить на 6, затем обе части равенства умножить на 8. Слева от знака равенства будет 8х минус 16, а справа 6х плюс 96. Теперь и слева, и справа надо вычесть 6х. Тогда слева останется 2х, 2х – это 112, х – 56. Чтобы ответить на вопрос задачи, надо еще прибавить 1,8 часть, потому что х – это присутствующие, 1,8 часть – отсутствующие. Значит, всего в этой школе 63 ученика. Задача третья. В клетке куры и кролики. 30 голов и 70 ног. Сколько кроликов в клетке? Если бы у всех было только по 2 ноги, то тогда ног было бы 60. По условию задачи ног 70. 70 минус 60. Вот эти лишние ноги. 10 лишних ног. Вот эти ноги принадлежат кроликам, потому что у каждого кролика еще по 2 ноги. 10 надо разделить на 2. Ответ – 5 кроликов. Задача четвертая. На острове, где живут рыцари и лжецы, всего три жителя. А – бойцы. А сказал «Мы все трое рыцари». Б сказал «Мы все трое лжецы». Только С промолчал. Кто из них кто? Так, давайте начнем с того, что сказал Б. Б сказал «Мы все трое лжецы». Рыцарь такое сказать не может. Значит, Б – лжец. Давайте из 8 возможных вариантов оставим только 4, где Б – лжец. Так, но вариант «лжец, лжец и лжец» можно сразу исключить, потому что этот вариант не подходит. Получится, что лжец сказал правду. Так, А может быть рыцарем? Рыцарь говорит «Мы все трое рыцари». Но здесь есть и лжецы. Значит, А не может быть рыцарем. Значит, из 8 вариантов остался только один вариант. Давайте посмотрим, может ли такое быть. А – лжец и говорит «Мы все трое рыцари». Значит, он сказал неправду. Так, Б – лжец. Говорит «Трое лжецов». Тоже сказал неправду. Так, в таком случае С – рыцарь. Значит, ответ А и Б – лжецы. С – рыцарь. Задача пятая. Какой кубик А, Б или С можно сложить из данной развертки? Слева развертка куба, а справа варианты А, Б и С. Ну, давайте рассмотрим все эти варианты, начиная с кубика А. Верхняя грань – 6. Причем, если посмотреть на развертку, если верхняя грань – 6, то нижняя будет 3. Но никак не боковая. Значит, вариант А не подходит. Так, давайте рассмотрим вариант Б. Если верхняя грань – 2, вот верхняя грань – 2, боковая – 6 и 1, но только точки на грани, где 6, должны идти другим образом. Вот так должны идти точки, обозначающие число 6. Значит, вариант Б не подходит. А вот вариант С подходит. 4 – это верхняя грань, боковые грани – 2 и 3. Итак, из данной развертки можно сложить кубик С. Русские субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.